шумки мы продолжаем родить игру названием oblivion короче у меня произошла казус поэтому быстренько все что у нас началось я взял задание про бухту донбару солите назад в заливе анвил произошло большое сражение в это сражение первый граф анвил и победил легендарного пирата тарадара об дугала ходят слухи о подземной пещере окрестно всяк замка анвил если верить этим слухам то в этой пещере покоится капитан дугал его корабль я должен проверить это слухи как можно скорее карта скажу сразу это них ну понятно что это не слухи почему просто злой я сохранялся короче после каждой серии я буду сохраняться потому что это бред понимаете дело в том что я уже исследовал эту бухту то вдоль и поперек я уже пошел в другую локацию я уже половину локации другой прокачал но типа зачистил до что в этой локации здесь принципе ничего здесь я только вот это боялся пола что-то челик сидит либо волк или что это это обычный корень оказался сундуках тут сундуков в принципе только вот один замки легкие что из себя вообще-то место представляет вот наша бухта а вот корабль а из врагов здесь только были скелеты но их теперь здесь нету так что у нас по заданию давайте сразу вам расскажу это это я нашел пещеру ведущую под замок анвел по слухам залив дан бару имя тут и должен находиться я должен зайти в пещеру мы в пещеру вошли поверил слухом я нашел бухту дан бару и остатки черного аж флага пещера за наводнена скелетами погибших здесь здесь пиратов надо их всех упокоить и затем спокойно начать преоборудовать бухту я уничтожил всех непокойных пиратов и и заявил свои права на бухту дэнбаур пещера и громада черного флага находится в ужасном состоянии после сотен лет забвения надо поговорить сдали рэхим с кларабеллы она может помочь с набором команды для черного флага и бухта дан бару снова станет базы пиратов моих пиратов далее свела меня с известным на черном рынке оружейником мельвин полукровкой он мастер по изготовлению стрел и учитель по стрельбе из лука мало того что про проблем со стрелами не будет так еще и будет будучи тому что больше никто ничего не знает но попросил выделить ему место для тренировки я смог его найти его основной пещере бухты дэнбару около дальней стены он он понимали я купил челиком команда стоит косарь и блять косарь и вот это тёлка блять стоит косарь золотых продолжает что она дает давай займемся делом тут короче различные усиления в основном то на стрельбу на ловкость и все такое нам это нахер не сдать внимательнее у него что можешь да у нее можно прокачать стрелы но он у меня нафиг не надо косарь чисто косарь золотом после чего после всего вот этого и я взял заданием я получил послание мне говорится что я получил нас леса диссер холла подземное логово на распалой так это не том бандитов защищая помощь к вам убить так чтобы бля это как где-то подожди какой мы следующий потом взяли статуи жара отказал беседы моей вознести молитвы сон у меня есть четыре книги мне удалось найти 10 так это не то задание мне нужно иное задание короче мое задание находится вот здесь замок боевого врага а вот она прошел слух что замок боевого врага сажда бандитами его защитники умоляют о помощи их командир был убит так что они предлагают замок тому кто поможет снять засаду и вот я сюда короче отправился а именно я отправился сюда конюшню после чего я немножечко здесь прошел по тропинке нашел разграбленную шахту после чего я туда конечно же вошел понятное же дело но что же было дальше я немного по уничтожал после чего если не ошибаюсь у меня стал перевес да мне на стал перевес и я хотел пойти домой но при выходе с локации игра сказала мне айдиос и просто нахер вылетела надеюсь она сейчас не вылетит потому что являет не хочу заново вот это все вам рассказывать читать бла-бла-бла и бла-бла-бла поэтому я ставлю на паузу или еще домой и уже встречаемся около шахты ну что принципе я прибыл охуенно прибыл тупые горгули вот это место вот это локом все полетели как обычно видишь скелеты думаю что скелеты нихера здесь не скелеты так сразу на карты здесь все-таки воду гоблин берсерки с мечами дремерскими я взялся бы молотки потому что я буду учинить меч постоянно и броню для того чтобы мне так сказать быстро прокачаться машины просто взять это иной порушена единицу я не хочу панику сейчас наводить потому что он здесь один как вы видите если я сейчас на него принципе нападу мне не услышит но вот так вот понимаете все происходит шестикратный урон не просто урон шестикратный то есть я их какой-то стимеем просто ваншотчу вот и все в принципе а шестник взять так ведь ну я туда немножко попозже схожу подожди давай тут изучим а тут тупик ну заметьте вход спрятанный надеюсь в не очень хороший руками на меня нападает короче уровень я решил не апаться чтобы автолевеллинга жесткого не было хватит мне с того что враги ходят обычные враги ходят с дримерскими оружием это уже автолевеллинг пошел поэтому я сказал себе нет ше взял черню какую-то как выкинуть найс я уж не помню как выкидывать вещи не помню как выкидывать выглядит красиво так подожди настройки игра управление управление как выбрасывать блокировка заклинаем до стадик раз всегда бежать авто так прыжок смена вида ним не ждать быстро схватить мыши клавиатуры на короче на эту кнопку сейчас подождите я не нашел кнопку но я просто нашел что можно удержать для мерзкий шлем вот видите автолевеллинг пошел но для чего мне такое главное если бы автолевеллинг здесь работал нормально да но когда-то именно криво так кто-то немножечко такое еще один сундук отмычки не жалко то что скорее всего и скоро пойду на квест на бесконечную отмычку блин хотел сказать выглядит как будто завал это завал на заброню и замечу надо смотреть ловушки однократный видите урон это мечом отмычка золото нифига тут ловушки 4 только заметил ну как я заметил раньше но что по что они должны были активировать ненужный мусор хотя даже кнопок и здесь нету тенистая какая-то локация так одна урбанская крыса на всю туманную рощу да так слышу спереди врага да мне вот привычка пост надо хотя бы одного убить кого то одного убиваем да и все а ну а давайте я f9 сады бил достань оружие шестикратный херри это очень хороший херри капкан и прокачал взлом под молотмычки и все да уж я помню что большинство жаловались что как и в муровинде так и в обливине пещеры созданной программой то есть локация вот видно что сундук не так лежит видеть то есть программа сама все создает ловушка которая не а все понял странно все равно если брать скорее мы скорееми там постоянно есть сокращение пути и дал чтобы сразу добежать туда куда нам надо не нужно вот это постоянно бегать бегать искать смотреть мне мой меч жалко на самом деле я хочу как можно быстрее прокачаться чтобы починить его уже 13 урона так меч скоро буду чинить что мне там с броней ну и броню скоро буду чинить как раз вот два молотка трачу мне нужно очень быстро ломать все потому что если я хочу научиться магические предметы ремонтировать мне нужно ломать ломать чтобы потом создавать так здесь на меня тогда волк я помню напал с той стороны оу здорово ооу оооо что и бандиты напали вместе и умрете вместе но это немножко отодвинешься стрела стрелам дримерский кинжал видите вот а если печь если буду дальше качаться на 16 уровне то они будут уже хотеть блять не в кошки да как обычные бандиты и разбойники а тогда они уже будут ходить в стеклянных доспехах только который передаются с поколения в поколение только эльфом понимаете всю вот эту вещь то есть если бы играл с первого уровня да и вообще бы не прокачивался тогда было бы ну более-менее какой-то фонарь и странный трава нервно обычно озеро блин если по моих ящерки еще было вишен под водой было бы вообще замечательно мне кажется ты похожа проныра она подбежала это чтобы просто мне это сказать сипаться прикольно так я вижу очень плохое место oblivion я просто много вики прочел насчет всего а то есть стальной кинжалу дримерский кираса вот видите все они в дримере одеты чих так много там с кем драться ожидать один час то что я восстановлюсь не хочу ни хера у нее стрел просто на 10 килограмм вот видите дарю мерзкий сапоги и охотничьи это а это у кого а у кого это обычный бандит лучник блядь готовим от на молоток железный клеймора меч оружие неплохой длинный меч слабости подожди возьму стальная кераса это был тяжелый день для нас всех позволь поблагодарить тебя это было так самоотверженно рискнуть своей жизнью чтобы помочь нам вот возьми это здесь содержится все необходимые сведения приветствую нового владельца замка добро пожаловать и все муки что мне передали завещание лорда килина завещаю и последняя воля я лор кельвина сын джарена рейсер истинного рога перед лицом смерти завещаю против часть его замок белого рога и все присланы этому владению земли а также движимые и недвижимые имущества целый необычный документ требует определенных обязанностей о чем не обстоятельств побудили меня принять это решение я пишу это во имя в то время как банда безжалостных бандитов окружает замок боевого рога у нас мало мало и надежных так надежды выжить я сказал осада хотя это ничтожная стычка не идет ни в какое сравнение с битвами дней славы рыцаря истинного рога для нас настали тяжелые времена я передаю это документам и последние верным соратникам и сказал уничтожить его в случае крайней необходимости я понимаю что могу предоставить моим убийцам возможность стать законными владельцами замка боевого рога пусть будет и так обращаясь к новому лорду замка боевого рога ким бы ты ни был знай тобою у нас ли так тобой унаследована крепость с горой с гордой историей замок был построен одним из рыцарей и старинного рога пришедшего сюда из нашего рода ле лин лина шов хаммер леди после того как попытка сброситься с трона лицного бора шарк так оберлили на неудачи наш командил командир лорда кейн приказал нам разбить на небольшие группы и ждать того момента когда он призовет нас вновь мой отец вошел в ту группу что села здесь все родили и построила замок боевого рога как приют для рыцари ожидающих вести от лорда кейна вести которых так никто и не дождался спустя года все рыцари наши большие группы или удались от дел или покинули этот мир все кроме того моего отца джарла после его беззаременной смерти я продолжаю поддерживать замок в порядке и надежды что наступит момент когда придут известие от лорда кейна и наше изгнание закончится мысль для замка боевого рога настали трудные времена все ресурсы которые я располагал были пущены на содержание здания надежды так надлежащем виде стены оплота и ныне крепкие а очаги дают достаточно тепла увы это стола немалых средств многие из имущества пришлось продать чтобы выручить деньги если вы достаточно богаты чтобы восстановить замок боевого рога во всей его красе знай друг мои отца кельфас а миллион до сих пор хранит многое из того что раньше было в крепости тебе потребуется заместить долги замка кельфий и я уверен он сразу все вернет это имущество мои последние требования новый лорд замка боевого рога должен хранить гордые традиции рыцарей истинного рога и чтить память наших славных деяний окей так я выполнил или еще нет байдеты напавшие на замок боевого рога повержены и благодарны выживанию передали мне дарственную на замок я смогу купить все что нужно для восстановления былой славы замка боевого рога унильска омалеон в купеченской трактире что в торговом районе имперского города блять но это я понимаю как это очередное место где мы с вами о тут кузница есть ну как я понимаю кузница бля и мне тоже придется покупать да вот молоток я возьму еще один молоток я возьму как нет и как это ремонтные молотки давайте посмотрим что из себя представляет замок так сразу хиль ялти нильс кто-то нильс кузнец привет я могу починить почти все за 2000 нихуя себе чел это все мои деньги он работает в моем замке и я должен ему отдавать такие деньги еще вы понимаете ну а давайте пойдем в большой двор нашего замка исследуем его эти красоты привет а так это труп ни хера я подумал челик у меня в воздухе просто завис ну такое вот место ладненько о портал их тут два великолепно портал и закрывать это дело такое ну я просто его изучу что было мне на карте ой бля так чел давай без вот этой херни побежит за мной придется его укокошить на он со мной побежит так не стильный блять и чтоб вы понимали это еще не тот уровень который я могу отдали ну типа это еще слабенькие враги загрузка области если я так буду каждый врата исследовать я охерею от игры а то что летающее такое о что то нашел светилище ой да идите в жопу что это летающая древесина летающая древесина вот что это что их отстань от меня там еще какой-то порт загрузка области загрузка области я так быстро бегаю что у меня область не успевает прогрузить целище еще одна о сундук намного всего о ни хера она быстро давай тварь но она очень быстро если она сюда прибежала за мной на против нового меча не ничего не сделают так где мой проход который открыл а вон как раз и вход в пещеру неплохо запрятали неплохо так как типа место называется пещера черная скала ставим ставки снова будут сраные гоблины с крыс гоблины с крысами да не гоблины не крысы на удивление на удивление не то и не другое так там проход но вряд ли он дружественный можем попытаться оружие 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 Так, обычный кинжальчик. Блин, ну с другой стороны бы просто уровень прокачивала ради того, чтобы и самому себе урон повысить. Глэчик. Каждая битва может быть последней. Все зависит от этого чела. Если он отворачивается, я просто его рашу и бью вот этой махиной. Понятно. Ага. Ага. Отмычка. Мне бы побольше отмычек, либо нужно будет выполнить квест на бесконечную отмычку, как вариант. Так, а если что, и есть задание, но я не знаю, где это взять. Нужно будет погуглить и поискать. Окей, у нас есть... Давай... Главный зал с этой стороны с этим. Ну, мне кажется, тут меня сразу встречать будут. А это проход, как я понимаю, как раз... Если бы зашел со стороны ловушек. Окей. Хорошо, что я все-таки обошел. Железная секира на два урона. Понимаете, вот... Вот предмет, да, вот секира. По идее, должно быть жесткое оружие, но урона два. Кто здесь? Не о чем волноваться. Это, наверное, обман зрения. Почему она так резко повернулась? Интересно, она увидит? Ладно, я лучше уйду на всякий случай. О, ветви, видите, шевелится. Прикольно. Корневище. Бля, она сейчас по-любому вернется, когда я подойду к ней. Ах, ты, тварь, ни хера. А че такая быстрая? Так, по ножи твое заберу отмычку, заберу что у тебя. Эльфийский боевой топор. Ну вот о чем я и говорил, типа, видите, оружие. Эльфийский топор. Четыре урона, четыре урона. Эльфийский боевой молот двуручный. Четыре урона. Давайте скажите, что это нормально. Так, рис я заберу. Сейчас опять идти домой, чтобы все это сложить. На самом деле, лучше продавать эти шмотки, я думаю, уже. Магические. Эль, эль, эль. Так, сюда я пришел. Так, рисинки. Ну вот, ради чего я сюда приходила? Скажите, что тут ценного? Окей, я соглашусь. Скорее, мне очень много всего ценного. Типа, в конце, всегда в конце стоит там сундук с довольно хорошими вещами. То есть там вещи либо какие-то зачаренные, либо просто редкие по своему вообще значению. Здесь. Ну вот, я тебе дал. 20 золотых. Разве это плохо? Да, блядь, это плохо. Это пиздец, как плохо. Да что, это очень малая ценность того, что я делаю. Пойдемте теперь во вторую. Это вот мы первую. Там вторая у нас находится, это местность. Локации по активным каким-то действиям. Скупа. Ну, кто сейчас может сказать. Да, ты сравнишь две вообще пиздец разные игры. Ну, именно по составляющей всему такому. Может и да, но... Вот там враг. За перегородкой. Хотя да, тут хижина. Топот, это не хижина, это тропинка. Типа лень враг. Или меня на дороге кто-то ждал. Пещера нонвил. Мы сейчас пойдем в пещеру, скорее всего там... А, точнее, даже на карте нет, а не отмечено. И что там может быть? Медведь. По звукам крысы. Потому что слишком такие... Пауков я в игре еще здесь не видел. Скорее, мне там пауки есть. А, здесь у нас трупы будут. Я уже слышу одного трупяка. Уже одного трупца слышу. О, неплохо. Слушайте, если дает... Да, здесь трупцы. Так, а что у меня вообще по оборудованию? Подождите. Давайте починим. Я специально молотков понабирал. Чего, блядь? А почему такая ценность здоровая? Ни хера себе. Если бы у меня так... Ни хера себе ремонт в натуре. Охренеть. Здесь что, один зомби на всю пещеру будет? Потому что могилу я видел пустую. Так, окей. Беру свои слова обратно. Ловушка и два сундука. Вот это вот плохо. Ну, они не жесткие, но... И вот такой, чтобы по одного их забирать. Ох, ловушка. А, все, видел. Что он активирует. Ценные вещи. Я скачивал еще моды, чтобы ставить зачищенные. Локации не зачищенные, но... Смогу ли я в спину подать? Ладно, хоть по одному забирать буду. Минус один жертв тролля забираем. Да, по урону они довольны такие себе. Все равно не верю, что здесь нету... Еще кого-то. Зал Титанов? Мы можем попробовать. Сначала я бью... Если он ко мне пойдет... Сразу такую, в шифте. Если он пойдет обратно... Мечом ударю. Мечом ударю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но мы ее берем и что? Правильно, ничего... Так, ладно, сейчас будем уже заканчивать скоро... вот это зачистим и все она хотя тут есть крабы но грязевые крабы и везде есть я просто не понимаю это кладбище но я не видел еще ни одного мертвяка то что меч ломается очень сильно это нужно тоже будет исправить в плане того что нужно будет купить до хера молотков либо и так не выдержим жесткого напора это как раз с одной из этих дверей понятненько а это типа у нас центральная до холл это типа центральный вход вот он услышал поэтому и хились все он будем честны огра слабее на углы слабее эти хотя бы своей скоростью берут но у них типа урон большой но они медленные так он еще один стоит слишком много проходов 1 проход 2 проход 3 проход вот смотрите если здесь сейчас ничего ценного не будет я тогда не вижу смысл вообще в этих локациях единственный плюс можно сказать ну ты насобирал себе жиры вау спасибо так тут тупик нет тут не тупик это как раз проход вот сюда в центральный зал ну хоть бы я не знаю зомби все таки был зомби тут самый жесткий хотя с моим мечом слово жесткий отпадает а вот это уже что-то новое и опасное очень опасно по ходу мне кажется если с такой хернию драться по сути это враг чтобы вы понимали шестнадцатого или двадцать двадцатого уровня кажется но он попался мне сейчас кто-то скажет ну видишь то есть даже независимости от уровня тебе попадаются враги намного сильнее тебя но в тот же момент автолевелинг скорее всего как-то их натуре увеличит усилит так он стоит в центре да значит мне лучше просто так в центр не идти пока что а тут везде тупик если он там один да я могу попытаться а мне только туда к нему так можно прийти ну шо пацаны помянем меня давайте просто сейчас сохранюсь ну тут сохранюсь а а ну ладно эльфийский боевой молот урок на самом деле ожидания были намного больше чем получился результат потому что типа минотавр сильнейший враг а я говорю я читал он насчет врагов обычное кольцо легкие доспехи повышать легкие доспехи 6 мои доспехи нелегкие считаются по идее ну тяжелые доспехи это у меня и все ладно 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 удивили враг для меня враг был новый удивили ой стой там святилище ну как я не схожу на святилище под конец серию часа гора минотавров чёрный медведь не мишка чёрный медведь это ж мишки блять а не медведь почему это медведь если это мишка почему они меня вообще бы заставили убить странный место так надеюсь я проход найду наверх осторожность не повредит но если что вы история вообще идет обычном парне то есть мы их снова заключенный но в этой части мы просто мы наоборот спасли с вами возможного давакина липсантарн ладно в эти короче думаем все таки на этом мы с вами закончим да ага я только теперь следующей серии продолжим как раз еще сбегаю чтоб я локацию открыл подождите да открыл поэтому давайте на этом с вами закончим в следующей серии я уже сразу схожу положу броню и мы продолжим поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подпишитесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока 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 Продолжение следует...